Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. В прошлом видео я пересаживала монстеру альба и как я сказала, что у меня впереди ждут много пересадок, так вот сегодня буду пересаживать колумнею. Колумнея это многолетнее травянистое тропическое растение, ампельное. В природе произрастает лианы. Очень красиво цветет. Моему растению уже больше двух лет. Я вырастила его сама с отростка. Он прекрасно дает корешки водички. Как вы видите на экране как раз показано у меня как цвела она у меня в молодости. Это вот совсем маленький черенок. И сегодня хочу ее пересадить в другое кашпо. Так как у нее корневая система очень сильно разрослась. Но у этого растения очень хрупкие корни. И ее пересаживать нужно по необходимости. Если например маленький горшок, когда у нее корни разрослись. Либо вы когда приобрели ее в магазине и переваливаете в новое кашпо. А без необходимости ее лучше не травнировать. Так как у нее очень хрупкие корни. Я ей выбрала вазончик такой на ножки. Я все-таки хочу чтобы она у меня такая распушилась. И по ходу видео я покажу как буду за ней ухаживать. Кашпо вот такое на ножке. Оно не глубокое. Оно не глубокое, но пошире. Но ничего страшного как бы здесь нет. Просто чуть с поливом нужно быть аккуратней, чтобы вот оставшийся грунт сильно не намокал. То есть где-то по центру так раз полить и все. Ну это как бы я самой себе наверное говорю. А так как это ампельное растение, то есть она здесь будет вот так вот шапочкой. Будет очень красиво смотреться. Здесь я уже насыпала керамзик у меня вот так вот. То есть у нее получается как раз высота горшка вот так. То есть у меня корни будут разрастаться в сторону. И я ей конечно же приготовила грудь. Ну как это я уже говорила, тропическое растение, грунт должен быть рыхлым. Здесь у меня универсальный грунт, плюс кокосовый субстрат там на низу, вермикулит и кварцевый песок. Кстати, стало в последнее время его добавлять в грунт. И знаете, мне нравится. Я смотрю по растениям, что им тоже нравится такой состав грунта. И сейчас я все это перемешаю. Все-все-все хорошо перемешиваю. Ну и конечно же, раз колумбнее цветущее растение, я добавлю ей удобрение длительного действия осмоколь. Ну сейчас я вот какую-то часть грунта добавлю. Осмокота, кстати, у меня уже совсем мало. Нужно будет заказывать, потому что пересадок еще много. Ну вот так вот хорошо и насыплю. И вот так вот перемешаю его в грунте. И сейчас буду наставать свою красавицу. Ну чуть-чуть я обстучала горшок, чтобы ее не травмирую. И вот смотрите, вот видите, у нее как корневая система, видите, разрослась. Ей прям нехватка уже идет. Поэтому она у меня приостановилась в росте. И я ее сейчас просто сюда поставлю. Ну вот я ее прям поставила. И сейчас до этого уровня, вот как она стоит, я просто добавлю по бокам земли. Вот так вот она начнет по бокам корневую наращивать. Сейчас такой ответственный момент. Сейчас я ее присыплю землей и расскажу, как я за ней ухаживаю. Ну вот так получилось. Я ее сносила в душ. Я ее немножко душем пролила, полила. В этом кашпо я сделала сама дренажные такие отверстия. То есть вот здесь прям просверлила. И водичка оттуда, то есть лишняя будет стекать. Грунт рыхлый у него. Я думаю, что ей здесь понравится. Тем более кашпо на ножке, раз она ампельное растение, она должна так разрастись. Я просто вижу, у нее здесь пошли боковые такие росточки. Это очень хорошо. Я просто думаю, что она и зацветет у меня. Колумнея требовательна к хорошему освещению, но не любит, когда такие палящие солнечные лучи на нее попадают. Она этого не любит. Но любит тепло, чтобы было, и светло. Не терпит сквозняков вообще. Она не переносит, когда в весенний-летний период ее выносят на балкон или на веранду открытую. То есть она этого не любит. И для того, чтобы цвела колумнея, ей нужен яркий свет. То есть она очень светолюбивая. То есть ее нужно поставить на самое светлое место, и она обязательно порадует вас. Вот такими прекрасными цветами. Поближе просто к экрану, так как у меня сейчас не цветет. Я уже говорила, что она очень хорошо укореняется просто в воде. Просто срезанный черенок, просто срезанный. Поставить его в водичку, и он прекрасно укореняется. Я свою точно так же укореняла. И после укоренения она довольно-таки быстро так стала расти. И сразу начала цвести. Растение, я считаю, что неприхотливое. Так что не бойтесь завести у себя колумнею. Сейчас я колумнею унесу на место и покажу вам, куда я ее поставила. Ну вот здесь у меня очень светло, и сейчас падает солнышко. Как раз колумнею я поставила, чтобы на нее попадало солнышко. Здесь у меня и, конечно, монстера стоит. Вот здесь она будет у меня стоять. Здесь, видите, как раз рассеянный свет такой хороший. Здесь как раз на нее падает такой свет, правильный, какой ей нужно. И солнышко такое рассеянное. И тут вот директор как раз. Зам-зам директора пришел посмотреть, что я сюда поставила. Надо же проверить все. Думаю, что здесь ей понравилось. И, конечно же, я буду показывать ее почаще в видео. Так что подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся в следующем видео.